Добро пожаловать на обзор 7 безбашенных модов для баз симулятора Индонезия. Вначале я бы хотел всех вас поблагодарить за 10 тысяч подписчиков на канале. Я этому безумно рад. Канал растет и это замечательно. Подпишись и ты, чтобы стать его частью. Перехожу к теме. Те, кто знает, как и где устанавливать моды, промотайте до обзора. Данная информация вам не пригодится. А те, кто не знает, как и где их скачивать, хочу сказать, что я снял подробный гайд по установке. Вот вам подсказка в верхнем правом углу. И ссылка в описании на гайд. Два вида перехода на видео. Выбирайте любой. Кстати, в том гайде я рассказал, где беру моды. Ссылка на источник в описании. Что ж, все, начинается обзор. Начнем с самого менее безбашенного мода. И это телега. Да. Выбираем ее. И идем тестить. Так. Все, мы появились. Буду так вкратце обсматривать все. Чтоб больно не заморачиваться. Их как-никак нужно 7 модов сегодня посмотреть. Вот такая вот телега моделька сделана. Просто замечательно, должен сказать. У нее есть разные анимации. Их аж 3 штуки. Первое. Это у нас улетает наш индус под землю. И ставится телега так вот на задний борт. Чтобы она собственно и стояла. Также можно с помощью цифры 2 убрать мусор. Мешки с мусором из кузова. Ну и на цифру 3 можно поставить еще одного индуса. Который будет стоять рядышком. Выйдем сейчас. Сейчас посмотрим как это все выглядит. Ну должен сказать это выглядит и да реалистично все. Только не совсем понятно роль данного мода в игре. Конечно же это сделано все по фану. Но автор постарался однозначно. Так как даже такое проделал. Садимся. И как ни странно мы сейчас на этом прокатимся. Все. Убираем индуса. Вы думаете это телега. Точнее наш персонаж может топить так тихо. Шутки шутками. А я разгонял его до 33 км в час. С таким грузом он углупит только так. Разгон конечно не такой быстрый. Но сейчас думаю все таки мы разгонимся. Дорога еще скользкая. Я не знаю как мы будем тормозить. Все. Он уже начинает топить. Кстати это вид от первого лица. Он здесь малость кривой. Да. Разгоняемся. При этом анимации ног нет. Он просто едет. Скользит по лужам. Только так. И мы уже набираем скорость. 30 км в час. 32 км в час. И 33. Вроде бы быстрее он не может. Да это максималки. 33 км в час топит наш индус. 34 км в час. Но я думаю выше 35 км в час мы не сможем разогнаться. Так. Все. С этим модом я думаю можно заканчивать. Вы теперь видели все. Перехожу к следующему моду. Ну а дальше у нас идет БТР. Но в отличии от следующего участника в данном видео. У него хотя бы есть колеса. Погнали скорее его тестить. Все. Мы прогрузились. Находимся в игре. Смотрим сразу же по анимациям. Башня у БТР может поворачиваться в две стороны. Влево и вправо. Вот. В общем. Немного багается. И на цифру 3. Я не совсем понял. Ага. Это у нас поднимается дуло вверх. Кстати на гудок проверял. Как у обычной машины. Не звук выстрела. Виды от первого лица как такого тоже нет. Можно посидеть только на башне. Но на этом БТР нам не пассажиров водить. Поэтому нам как-то без разницы на интерьер. Но по внешке он проделан на 5 с плюсом. Посмотрим также в свободной ходьбе. На этого красавца. Ну реально моделька сделана очень круто. Даже рессоры, пружины все проработаны. Это плюс. Все. Давайте садимся. И хочу вам показать. Опять дождь пошел. Что хоть это такое-то. Хочу вам показать очень крутую фишку. Рядом с которой даже Доминик Торетто будет отдыхать. Ставим на ручник. БТР газуем газуем. Резко отпускаем с ручника. И он просто стартует. Вставая на дыбы. Еще раз сейчас попробую. Оп. У него подвеска да. Очень хорошо проработана. Он прям качается. Автобус я бы на твоем месте не быковал бы на нас. Кто нас знает. Сейчас на прямой дороге просто газ. Набираем на обороты. И все. Погнали. Погнали. Передние две оси просто отрываются от земли. Еще раз можно попробовать. О. Просто вообще шикардос. Как это выглядит. С башней мне интересно. Выйдем на улицу. Местных попугаем немного. Ой-ой-ой. Протаранил гражданских. Все. Погнали. Погнали. Ну это вообще мы выше двухэтажных автобусов едем. Где вы еще такого увидите? Кстати. Шутки шутками. А мы уже купим порядка 150 километров. Км в час. Если точнее быть 148 уже. 155. Вот шашки на БТРе. Просто в Индонезии. Все ребята приехали. Думаю пора заканчивать. Идем к следующему моду. Как я говорил. Следующего мода не будет колес. У него будут гусеницы. Это уже покруче БТРа. Здесь идет целый танк. Это просто можно с ума сойти. Я боюсь представить что сейчас будет происходить на улицах. Погнали. Мы прогрузились в Индонезии наконец-то. Вот этот танк. Кстати пишите в комментариях кто знает что это за танк. Вот. Моделька тоже проделана на 5 с плюсом. Анимации чуть позже покажу. Там они уже будут поинтереснее. Моделька сделана на 5 с плюсом. Антенны, гусеницы, катки. Все сделано. Тросы. Модель снова на 5 с плюсом. По качеству моды не уступают обычным. Из анимации мы можем поднять дуга вверх. Ну и наверное самое интересное. Здесь есть анимация выстрела. Но конечно же здесь без каких-либо спецэффектов. Без какого-либо дыма и звука. Просто вылетает какой-то шар черный. Я не знаю. Это походу снаряд. Но мало того что мы можем им выстрелить. Нажав на цифру 2 мы можем его встрелить обратно. Это просто жесть. Вот сами вы видите. Мы оп и он обратно залетает в дуго. Это просто можно с ума сойти от такого дела. Как-то так. Знаете как в Forza Horizon есть такая фишка. Ты попадаешь в аварию или что-то не так как ты хотел пошло. Можно отмотать на 10 секунд или сколько там время назад. И все по-новому повторить. Здесь также выстрелил. Не попал. Обратно встреливаешь в себя. И все. На танке тоже сейчас покатаемся. Но здесь уже есть у него минусы. У него нету анимаций гусеницы катков. Кстати. Вместо колес у него поворачиваются башни. Влево-право. Здесь вообще не смелые индусы. На автобусах против танка и БТРа только так. Прут им хоть бы что. От первого лица здесь тоже посидеть нельзя. Только вот. Можно на башне рядом с пулеметом посидеть. Едем снова пугать местных жителей на танке, у которого они крутятся гусеницы. Все. Едем просто по встречке, по автостраде на танке. Не нам ли привыкать? Здесь какие-то идут рисовые поля или что это? Кстати, да. Я не замечал до этого, что карта настолько проработана. Все. Не будем зацикливаться. Идем к следующему моду. Там уже сейчас пойдет реально лютый трэш. Ну а дальше у нас идет просто какая-то суета на колесах. Я знаю, что в Индии популярен такой вид тюнинга, где нужно не пойми, что сделать из автобуса, грузовика, трактора и тому подобных средств передвижения. Но в Индии это считается нормой. Для нас же это считается безумием. И я бы этот автобус не назвал обычным. А почему? Вы сейчас узнаете, когда мы посмотрим этот автобус изнутри. Да, тут даже камера так порой не влазит. Приходится удалять. Он просто гигантский двухэтажный автобус. Выйдем, посмотрим сейчас вокруг него. Он в таком пестром розовом цвете. Разнофутуристичные детали. Вот это, к примеру, стойка сделана лишь для того, чтобы держать зеркало заднего вида. Различные ориографии, принты и так далее. Сзади двигатель просто открытый. И здесь какие-то а-ля кости находятся. Сзади диффузор даже есть. Без труб. Вот это что такое, я понять не могу. Нарисовано здесь. Но не будем зацикливаться. Даже написано что-то. Это то ли трансформеры, то ли чё. Что-то такое, я понять не могу. Вид. То есть, для индусов имеет такой автобус. Здесь стоят разноцветные прожектора. Здесь тоже какие-то рога или что-то. Боже, вообще такое. Я не могу представить. Кулыки. Из автобуса сделали, не пойми что. Ну а теперь я хочу с вами зайти в салон и посмотреть изнутри. Здесь есть ноутбук. И просто место для диджея. Вот оно. Кстати, пишите в комментариях, как оно называется. Внутри стоят много магнитов, колонок. В общем, всё в таком духе. К сожалению, у автобуса никаких анимаций, кроме открывания двери, нет. Поэтому радуемся тому, что есть. Зайти в него, к сожалению, нельзя. Сидения здесь тоже такие разукрашенные, яркие, шторки. Ну и наши пассажиры будут ехать с громкой музыкой. Так как, ещё раз говорю, здесь вместо места для гида, сидения точнее, здесь просто панель для диджея. В общем, вы видели всё. Такой вот весёлый, крутой автобус. Ещё у неё есть одна фишечка. Закрываем двери. Едем немного, а то мы там дорогу перекрыли. Когда мы включаем фары, помимо фар у нас включаются и прожектора. Вот они так подсвечиваются. И такая вот ёлка на колёсах может спокойно ехать по дороге. И никто ничего за это никому не скажет. Да и в принципе за что. Правда, взглядов он будет собирать больше, чем любой спорткар. Всё, иду к следующему моду. И это у нас уже какое-то по счёту четвёртое место. Ну, ребята, вы чего-то другого ожидали. Да, это военный армейский вертолёт. На симулятор автобуса. Он может спокойно ездить по дороге. Вот, у него даже вроде бы колёса. А нет, даже колёса не крутятся. Он может спокойно ездить по дороге, как обычная машина, да. Виды от первого лица вот в таком положении нет. То есть на земле он может только в таком вот состоянии, в состоянии полёта. То есть посидеть в салоне. Ну, здесь он тоже сделан так достаточно средненько. Но просто текстура наложена. Радуемся тому, что есть. Что ж, разбираемся с анимациями. Падай на землю обратно. И сейчас посмотрим, что ты можешь. На цифру 1, когда мы нажимаем, он взлетает вверх. А на цифру 2 нажимая, мы его как бы отключаем, его коллизию. И он может летать над зданиями. А если мы включим коллизию, его начнём жёстко колбасить. Просто вот так вот. Ужас-ужас. Отключаем это всё. И он падает у нас просто всё. До связи. Вертолёт упал. То есть теста он особо не прошёл. Так вот, полетаем с вами, да. Улетели куда-то под Индонезию. Сейчас вылетим просто с другой стороны мира. Вертолёт, он малость не работоспособный. Что происходит со спидометром? Мы сейчас топили около 700 км в час. Это, пожалуй, пока что самое трешёвое, что я видел. Скорее переходим к следующему моду. Ну а сейчас хочу представить вашему вниманию Boeing, просто Boeing Airbus в бус-симулятор Индонезия. Кстати, довольно неплохая моделька, должен сказать. Он так же, как и вертолёт, может ездить по обычным дорогам. В отличие от вертолёта, у него может открыться дверь. Кстати, салон у него тоже проделан так неплохо. Сейчас попытаюсь показать. Оп. Просто смотрите, шикарно всё проделано. Здесь есть все кресла, все полки, иллюминаторы. То есть, он проделан просто на 5 с плюсом этот автобус. Автобус, автобус, да, автобус, самолёт. Можем посидеть от первого лица. Также здесь тоже просто на 5 с плюсом всё сделано, должен сказать. И мне этот мод достаточно так зашёл. Как бы это странно ни звучало. Итак. Всё, взлетаем, ребят. Нажимаем на цифру 1. У него убираются шасси. Вот. Оп. И всё. Нажимаем на цифру 2. Отключаем коллизию. И... Если можем так назвать, полетели. Он может вращаться просто, живёт своей жизнью. Кстати, фраза Алишера Моргенштерна приобретает абсолютно новый смысл. Это легендарная фраза. Прыгнул самолёт, будто вертолёт. Приобретает абсолютно новый смысл. Здесь реально самолёт, но ведёт себя как вертолёт. Да. Опа-опа. Пошло, поехало. Косплеем тут. Одно такое событие. Вот. Оп-оп-оп. Опять пошёл, пошёл. Давай, наяривай. В общем, так вот можно наводить суету на Боинге. И как-то, в общем, так вот это всё дело выглядит. Кстати, вот так прикольно лететь. Ладно. Всё. Буду заканчивать с этим модом. Его так вертит, что меня аж уже тошнит начинает. Просто что происходит? Всё. Я скорее перехожу к следующему моду. Так с ума сойти можно. Ну что, готовы ли вы увидеть первое место по безумию? Просто сейчас смотрите на вот это дело всё. Да, это просто Bigfoot автобус. Я специально гуглю в Яндексе, сколько рост индуса в среднем. И он 160 сантиметров. Получаются эти колёса где-то примерно полтора метра и высотой. Если поставить колесо на колесо, получится как раз полтора до полтора. Три метра где-то высотой этот автобус. Ну, скажем так, три с половиной. Как-то так, в общем. Но в отличие от предыдущих участников сегодняшнего видео, он хотя бы сохраняет свою роль. Какой-никакой. Это автобус. Но он просто гигантский. Посмотрите на эту высоту. Я могу под ним просто пройти спокойно. Вот. Оу-оу-оу-оу. Это что такое сейчас было? Ну, ладно. Рестартнемся, пацаны. Желание под него заходить у меня пропало. Поэтому скорее садимся в него и бежим тестить. Снимаемся с ручника. Посмотрим на анимации. Их у него, к сожалению, нет. Но когда мы открываем дверь, соответственно, открывают сами двери. И он на пневмоподвеске опускается до земли. И, в принципе, мы можем даже по этой лестнице подняться в него. И это вполне возможно. По салону у нас такой вот защитный спортивный каркас. Везде наклейки, скания, защита. Снизу все усиленная рама. Стоит сзади. У него тоже очень круто. Смотрите. Подсвечено. И просто самый гигантский спойлер, который я видел. И, кстати, есть кондер сверху. И это круто. Из салона у нас есть баллон с закисью азота. А что вы еще хотели? Наклейка скания. И навигатор. И такой люксовый салон, должен сказать. Все, закрываем двери. И погнали. Подвеска у него просто зверская. Сейчас зажимаем с рученька и газом. Посмотрите, его просто качают. Как не знаю что. Но это как у настоящего. Также он качается. Как вы знаете, бигфуты весьма неустойчивы. От первого лица я боюсь представить, что это будет выглядеть. Я думаю, мы влезем. До свидания, водовоз. Мы выезжаем на автостраду. И топим. Он просто едет как сумасшедший. Мы уже едем больше 200 км в час. Не зря у нас баллон с закисью азота. И влетаем в какой-то сарай или что-то такое. Все, мы, ребята, приехали. Вот такой вот сегодня, ребята, малость безумный... Ну как малость безумный видос получился. Думаю, вам такая тема зашла. А точнее, топ модов безумных. Если еще какие-то моды выйдут, я обязательно их сниму. Еще раз напоминаю, все эти моды можно взять по ссылке в описании. Там все подписано. Что ж, всем большое спасибо за просмотр. Хочу всех вас еще раз поблагодарить за 10 тысяч на канале. Встретимся в следующем видео.